Добрый вечер, вы на канале Рыбакит, меня зовут Ваня и сегодня мы рисуем по просьбам телезрителей. Лариску Крыску рисуем, давайте нарисуем черным карандашом, карандашами раскрасим. Вот у меня есть карандаши, союзмультфильм, конкурс называется союзмультфильм в портфеле. Легко запомнить, Лариска Крыска у нас вот такая будет. Смотрите, нарисуем сначала вот такие вот полосочки, полукруги для самого начала. Это ошейник, Лариска похожа на собачку. И теперь ее тело, и вот так оно извивается, она такая длинная, вот такая. Мы рисуем большую крыску, не маленькую, большую крыску, чтобы хорошо было ее видно и тебе, и мне. Это ее тело, вот ее к попке идет вот тут, а здесь хвостик, и хвостик сразу раз, и два. И похоже, можно сказать, на змею, но немножечко, может быть, на ужа, на доброго ужа, похоже. Отлично. Теперь рисуем голову. Голова вот сюда идет к носу. Здесь нос нарисуем. Сюда идем раз, два. Получился такая вот крыска. И вот так возьмем. И два уха нарисуем. И, конечно же, большой глаз нарисуем. И маленький зрачок. И такие вот у нее. О, она такая милая. Где у нее ротик? Не могу найти, где у нее ротик. Может быть, он прячется, и она не открывает ротик. Но, может быть, вот тут, вот так. Я думаю, что вот тут. Вот тут ротик. Отличная крыска. И теперь две лапки. Вот здесь одну. Вторую здесь. И здесь две таких. Вот так вот у нее. Раз. И два. И Лариска нарисована. Сейчас будем раскрашивать. Вечер только начинается. Надо решить, какого цвета твоя лариска. Я думаю, что моя лариска-крыска будет серая. Сначала серая, а потом черная. Мы возьмем два карандаша. Серый, голубой. Серый, черный и голубой. Давайте так. Вы возьмите, какие хотите. Сначала я покрашу всю лариску серым карандашом. Вот так. Я давлю на карандаш не сильно. Раскрашиваю, стараюсь быстро раскрасить. Не вот так. Вот каждую секундочку. А просто туда-сюда вожу. Быстро закрашиваю, 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 закрашиваю. Чем быстрее ты закрасишь, тем быстрее у тебя получится настоящая картина, рисунок, который ты хочешь. И ты не устанешь. Твои руки будут спокойные, быстрые и ловкие. Чего мы и хотим, когда мы учимся рисовать. Рисовать красиво и ловко, как художники. И придумывать, как мы хотим наши картины, чтобы больше времени тратить на задумки. И меньше времени тратить на их выполнение. А рисовать очень быстро одним розчерком пера. Вот так мы и учимся рисовать. Здесь ошейничек с дырочками. А теперь я покрашу кое-что черненьким. Немножечко черненьким нашу Лариску. Черным, черным, черным. Сверху немножко черным, черным заштрихуем. Я рисую сейчас штрихами, хотя можно его так вот давить. Туда-сюда, 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 туда-сюда. Постарайся так попробовать, так попробовать. Ты экспериментируешь и учишься. И не важно, как ты сейчас это сделаешь. Важно, чтобы ты не стоял на месте, а экспериментировал и рисовал. И так, и сяк, и так, и сяк. И у тебя получится обязательно. Я думаю, что нужно и усики тоже ей нарисовать. Мне кажется, без усиков крыска не бывает. Вот так. Отличный рисунок. Надо еще немножко подрисовать красным. Красным мы подрисуем. Красным возьмем красный. Вот он, красный карандаш. Ее красный сильно давить не надо. Равно, что карандаши будут ломаться. Вот красный такой ошейник. И вернемся. Давайте я бордовый. Вот у меня есть бордовый карандаш. Использую бордовый карандаш. Немножко моя лариска будет бордовая. Выбери цвет, который тебе нравится. И, к примеру, можешь взять и добавить этот цвет в саму лариску. И она будет более яркая, цветная. Какого-то цвета, который тебе больше нравится. Например, голубым. Или желтым. Или синим. Или зеленым. Вот она у меня сейчас более красная стала такая. Я взял бордовый цвет. И покрасил сверху серого и черного. И получилось здорово. Теперь я возьму зелененький. И, как я всегда говорю, лучше нарисовать, например, травку. Очень сочно смотрится. И твоя картинка крыска не такая серая. А она серая, на зеленой травке. И очень красиво смотреть на эту зеленую травку. Возьми разные зеленые. Если у тебя есть карандаши, то возьми, к примеру, темно-зеленый, светло-зеленый. И нарисуй разные листочки. И, конечно же, не забывай, что можно нарисовать и цветочек тоже. Какой-нибудь простой. Маленькие, простые цветочки. Они будут радовать твою картинку. Вот такая лариска у меня получилась. Сегодня меня попросили нарисовать и шипокляк. Давайте я порисую еще, посмотрим наши работы, которые сегодня прислали ребята. Все-таки я вчера пропустил и смотрел работы вчерашние. Мне все хочется посмотреть. Я все очень люблю ваши работы. И многие прислали их. И старые, и новые ребята. И я хочу посмотреть и новые работы, которые сегодня прислали. И нарисовать что-то еще. Шипокляк обязательно будет нарисовано, если не сегодня, то завтра. И я готовлю пластилиновые уроки тоже. Так что вот такой рисуточек нашей лариски-крыски. Мне нравится, как она участвовала в мультике. Сама шипокляк вроде бы немножко вредная. А потом, на самом деле, она оказалась не такая вредная старушка. И вообще она мне тоже очень нравится. Она похожа на всех старушек, которые немножко, может быть, вначале вредничают, но потом помогают и делают хорошо. Пока будем прощаться. Я вижу, что у нас опять завис интернет. И...